Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, сегодня я вам расскажу немножко о Star Conflict. Мы находимся в главном экране, то бишь в ангаре. Игрушка очень с первого взгляда похожа на танки, и этому сопутствует и три, как бы, можно сказать, что это нации, но на самом деле это фракции, за которые мы и будем получать свои квесты и свои награды. От этого отличаются только задания, в принципе, и скидки на корабли, которые мы будем покупать за денежки определенной нации. Хотя это, может быть, и не право. Ветки развития, как вы видите, довольно-таки большие. Есть чем повозиться, то есть, как вы видите, 14-15 классов кораблей. Это намного больше, чем 10 уровней развития танков, по-моему, на сегодняшний момент. И это за три, как раз-таки, фракции. Тут есть и премиумные танки, танки, космические кораблики. Но, уже немножко поиграв, начинаешь осознавать, что это все-таки не танки, а больше похоже на фортандеровские самолетики. Это именно из этой стези. Что ж, давайте-ка немножко посмотрим интерфейс. У нас есть ангар, то есть, выбор наших космических кораблей. У нас доступно три ячейки. Когда вы выбираете в самом начале фракцию, за которую будете играть, это ничего не значит. Потому что вот здесь, в контрактах, вы можете заключить контракт с любой другой. И развивать с ней рейтинги. Как видите, это рейтинги с фракцией. У нас есть три корабля. Это стандартных три корабля. Я уже стандартный Акс продал, но он ничем не отличается, в принципе, кроме раскраски. Ну, немножко получше по щитам. Проще говоря, три ветки, три разных кораблика. Они, в принципе, похожи, но отличаются один от другого кардинально. Вот, допустим, за альянс людей, вот эта вот ветка, красный значок, это корабли с самыми прочными щитами. То есть, одни из самых прочных кораблей вообще в игре. Как вы видите, различные характеристики и бонусы с развитием. Развивается корабль за синергию, которая набирается как опыт в процессе боя. За победу больше, за проигрыш меньше, разумеется. Свободная синергия, которую можно трансформировать за реальные деньги в свободный опыт, так сказать. Тоже взято из танков. Модернизируются все корабли. Как вы видите, первые кораблики, они могут модернизироваться только до пятого уровня. Потом появятся же и такие, что до шестого и до седьмого уровня развития. Но это уже дело будущего. Качаться, в принципе, пока не сложно. Но это первое время, потом будет уже задрачивание PvP. Но это сплошная PvP игра. Но, как вы видите, есть несколько режимов. Захват сектора. Это у нас войны гильдий. Свой бой. Это типа лобби. Война на определенном режиме, с определенными игроками. И все прочее. Быстрый бой PvP. Это стандартный бой с удержанием, захватом и удержанием трех точек на карте. Миссии PvE, которые становятся доступными с рангами ваших кораблей. Вот, допустим, с четвертого по шестой. Или вот такие вот попроще, с первого по пятнадцатый. Тут их немного, но они, в принципе, есть. И карта, с которой я еще, в принципе, не знаком. Поэтому ничего по этому поводу рассказывать не буду. Что ж. У нас есть обычное меню. То есть, это меню паузы. Нормальные настройки. Все можно настроить под себя. Все удобно. Все, в принципе, есть. После чего. Верфи, как я уже говорил, мы можем... Как улучшать, так и покупать новые корабли. Новые слоты для кораблей придется докупить. Ветки развития кораблей. И платные корабли. Развитие это перки вашего пилота. Вот, допустим, два стандартных перка. Которые еще пока бесплатно давались. То есть, можно было выбрать из вот этих двух. Как видите, довольно приличные бонусы. Запас прочности корпуса увеличится на 25% у любого корабля. Снижение времени захвата цели 43%. Вероятность критического урона 10%. В том, тут увеличение на 75% дальности действия сенсоров корабля на 20% увеличит максимальную и оптимизацию дальности. В принципе, все прекрасно. И вот еще такой бонус, как снижение урона корпуса от взрывов. На кораблях есть два вида вооружения. То есть, это основное оружие и дополнительное. Как правило, основное оружие это либо крупные пушки, как вы видите, вот они. Их менять нельзя, их можно только улучшать путем влаживания в них денег. Также у них имеется 4 уровня развития. Можно еще покупать новые, но это все развитие нам знакомо, все как в танчиках. Также еще хотелось бы упомянуть о спецмодулях. Это модули, которые доступны, которые уникальны для каждого корабля. По крайней мере, для каждой фракции это точно. Вот, допустим, модуль, который окружает корабль щитом на 15 секунд. Щит поглощает весь урон в течение 15 секунд. Это удобно. Потом, у корабля-перехватчика есть спецмодуль под названием Хамелеон. Становится невидимым на 18 секунд. Но любое повреждение, и либо вы открываете огонь, либо случайно там попадут по вам, невидимость спадает. И вот такой вот кораблик. У него режим турбо. На 12 секунд вы увеличите скорость вашего кораблика. То есть, в принципе, все бонусы уникальны. Сейчас я вам даже покажу. Вот видите, спецмодуль здесь, спецмодуль здесь. Или вот, например, у этих кораблей. Тут тоже стоит Хамелеон. Тут можно выпустить боевые дроны. Это уже идет разделение по классам. Средняя ветка, можно сказать, это штурмовики, это перехватчики. Нижняя ветка, это что-то вроде артиллерии, что ли, или мобильных супербаз таких. Они тяжелые, но они очень дамажные. Их довольно легко закручивают. И верхние это разведчики, перехватчики. Это очень быстрые корабли, но они, как видите, очень тонкие. Они имеются у всех трех наций. Что-то я прицепился до слова нация. Но да и не важно. После конца каждого боя, естественно, как в танках, у вас проводится ремонт корабля. И тут, как вы видите, награды. Вот у меня первая победа. До того было три позорнейших поражения. Не знаю, команда виновата, или я просто привыкал к механике игры. Но, тем не менее, как получилось, так получилось. Кредиты. Синергия для кораблей, за которых мы играли. То есть, в бою, бой я покажу чуть попозже. В бою, после смерти, мы можем выбрать другой корабль. Или подождать там до 10 секунд, когда нас выпустят. Это ПВП, это такой режим аренки. Вы получаете синергию на каждый корабль. И свободную синергию, которую вы можете использовать как свободный опыт. Для тех, кто не знаком с механикой World of Tanks. Это я вам объясняю. После чего, в арсенале, у нас есть специальные модули, которые мы можем докупить. Вот, допустим, пушку. Почему бы и нет? Это все, что у нас имеется здесь. Мы можем также это все продавать. Если нам что-то не нужно. Рейтинги. Топовые рейтинги игроков. Кто больше всех настрелял. У кого больше всех кораблей. Впрочем, кланы. Эффективность. Всего боев. Статистика, как в танках. Не знаю, почему я... О, да. У меня приличное место. Ладно. Всего боев. 16 тысяч боев. Как вы видите, еще не успели много наиграть в эту игру. Но, тем не менее. Уже есть свои рекордсмены. И справка. Помощь для каждого игрока, кто не понимает. В интерфейсе, в управлении, в описании. В бою. Перед тем, как вы начинаете играть в PvP. Так сказать. В этих вот режимах. Вам будет проведена специальная тренировка. То есть, вас научат, как летать. Как стрелять. И, в принципе, я думаю, разберетесь. Такая довольно интересная игрушка. Перед тем, как можете пойти в бой, вы можете выбрать регион, в котором вы хотели поиграть. Это где искать игру, точнее, Южная Азия, Европа или Россия. С печальным опытом доты я выбираю Европу. И ищу игру. Вот так вот выглядит лобби. В принципе. Как видите, немножко недобор. Набирает еще 4 бота, чтобы была полная команда в наших командах. Поровну, получается, игроков. Выбираем какой-то кораблик для начала. Возьму, пожалуй, то, что с форсажем. И вступим в бой. Новая какая-то карта. На ней я не играл. Ну да, неважно. Выглядит это, в принципе, очень и очень неплохо. Так, что-то вся команда полетела на Б. Ладно, давайте-ка за ними. Да черт. Ладно. Погнали туда. Как видите, я ботов пока посбиваю. Ко мне уже кто-то пристроился. И вот сейчас мне будет смерть. Я чувствую. Не знаю, уйду или нет. В принципе, должен уйти, но ничего не обещаю. Нет. Меня убил бот? Или нет? Нет, меня убил реальный игрок. Аллилуйя. Так, давайте-ка попробуем второй кораблик. То есть, который я прикупил. То есть, как видите, они не ломаются. Я могу на том же самом корабле выходить в бой. Наша команда уже держит точку Б. И точку С держит. Что все нормально. Все три точки под нашим контролем. Что? А нет. А точка все-таки лежит. Ладно. Этот корабль, как видите, потяжелее. Но у него и щитов-то побольше. 5000 щитов. Это он многое способен выдержать. Это он многое способен выдержать. Корабль у нас третьего уровня. Точнее, корабль третьего уровня нас разбомбил. К чертовой матери. Ну, вот так вот и происходят бои. Я, конечно, ракую. Это все из-за записи. Я, на самом деле, играю как в Мегапро. Просто это все запись. Мне приходится думать, что говорить. Или вообще молчать. Вот, как видите, режим хамелеона. Такой. Иногда помогает убежать, но не всегда. Маяк захвачен. Бля. Конченые петухи. Спасибо, спасибо, спасибо. Я знаю. Я знаю. Маяк захвачен. Это крайне, крайне хорошо. Сука. Пошел нахуй. Наш маяк захвачен. Я, вроде бы, ушел. Давай, давай, держись. Блё. Все. Это хана. Я даже не видел, где он летает. Блин, мы теряем точки. Тоска печаль. Внимание, мы контролируем это зерк. Ей. Вот так вот и происходят бои. В принципе, зерк. После боя нам дано поискать немножко трофеев. Это три точки, которые нам разрешаются обыскать. В принципе, херово я сыграл в этом бою. Ну, да и ладно. В принципе, бой я вам показал. Четыре помощи у меня. Одна точка в захвате. И два сбитых корабля. Один из них, по-моему, это был вот. Вот такая вот статистика. Какие-то медальки еще получено. Уничтожить два корабля с интервалом не более 15 секунд. Ну, то да. Не в этот раз. Спасти от гибели союзника, у которого осталось менее 15% прочности, сбив его противника. Ну, то я да. Это так было и задумано. Я на самом деле тут запортил. Поздравляем. Да. Да, да. Большое спасибо. Ну, теперь я могу улучшить мой кораблик до... Четвертого уровня. Теперь тут у меня открывается вот этот вот корабль. Который можно будет теперь купить. Если я соберу достаточно деньжат. Довольно хороший корабль. Прочность корпуса 9. Прочность корпуса 5-400. Потом щиты у него хорошие. Ну, как для штурмовика. 3-400. Но это на самом деле такое подразделение, то есть, сейчас вам попробую объяснить. Вот эти корабли, это корабли чисто танки. У них есть вот такие вот супер тяжелые машины, которые уже на первом уровне имеют 16 тысяч единиц щита и в общей сложности 23 тысячи прочности. Вообще, вжимаемость этих кораблей очень высокая. Эти корабли, это очень быстрые корабли. Это корабли-разведчики с неплохим вооружением, но тем не менее. И третий альянс, это корабли-штурмовики. С средним показателем крепкости щитов, хотя довольно-таки высоким. Но с очень хорошим вооружением. То есть, в принципе, вот такие у нас есть корабли на выбор. Я думал, для первого впечатления достаточно. Игра распространяется бесплатно в Steam по системе Free-to-Play. Поэтому заходите, играйте, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео.